Роллс-Ройс Гоуст и БМВ 760ЛИ наверняка станут настоящими классиками, а сегодня они лучшие из того, что можно приобрести. Оба лимузина гарантируют роскошь в избытке и подчеркивают статус владельца. БМВ стоит 146 тысяч евро. За Роллс-Ройс нужно выложить на 100 тысяч больше. Однако это не омрачит человека, для которого покупка такого автомобиля всего лишь одна из статей карманных расходов. Тот, кто может назвать одну из этих машин своей, действительно добился многого. Так что королевский комфорт и фантастические технические данные удовлетворят самого взыскательного покупателя. В Роллс-Ройсе 12 цилиндров, объем 6,6 литра и два турбокомпрессора говорят сами за себя. Раньше Роллс-Ройс мощность двигателя никогда даже не указывал. Просто писали «достаточно». А конкретно под капотом ГУСТ упрятаны 570 лошадок. Крутящий момент 780 ньютон-метров. С приемистостью все нормально. С середины 90-х годов Роллс-Ройс и БМВ стали тесно сотрудничать. С 2003 года британец принадлежит немецкому концерну. А потому сходство технических данных этих двух автомобилей не удивляет. БМВ 760ЛИ также оснащен 12-цилиндровым битурбомотором. Но при этом баварец обходится 6-литровым двигателем. Мощность БМВ 544 лошадиных силы, а максимальный крутящий момент впечатляющий 750 ньютон-метров. При этом дизайн у этих двух авто совершенно разный. БМВ 760ЛИ длиной 5 метров 21 сантиметр выглядит изящней, чем более крупногабаритный Роллс-Ройс. В то время как баварец выделяется спортивными качествами, британца отличает спокойная, уверенная элегантность. Роллс-Ройс роскошен как дворец аристократа. И это подчеркивает не только хромированная решетка радиатора с крылатой статуэткой Эмили. БМВ 760ЛИ полностью олицетворяет философию концерна. Главная отличительная черта – подчеркнутая сдержанность, которая не лишает машину неповторимости. Четко прорисованные контуры кузова являются фирменным знаком БМВ. Управлять этим автомобилем – сплошное удовольствие. Несмотря на вес в 2 тонны 400 килограммов, Роллс-Ройс ведет себя на дороге, как спорткар. Подвеска и руль отлично гармонируют друг с другом. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач переключается тихо и плавно. БМВ тоже оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Больше всего поражает спокойствие, с которым работает 12-цилиндровый двигатель. Саморегулирующаяся пневматическая подвеска колес обеспечивает плавность хода даже на плохих дорогах. Рулевой механизм четко реагирует на поворот руля, особенно если выбрать опциональную интегральную систему активного рулевого управления. Задние двери Роллс-Ройса открываются против хода движения, и все двери закрываются самостоятельно. В салоне роскошь и комфорт, не знающий себе равных. Как на передних, так и на задних сидениях очень просторно. Информационно-развлекательная система и множество электронных ассистентов гарантируют комфорт в течение всей поездки. Немного проще, но при этом крайне благородно выглядит салон BMW 760 LE, выполненный в духе техноминимализма. Любопытно, что удлиненный вариант кузова топ-модели баварцев обеспечивает больше места для пассажиров, чем Роллс-Ройс. Объем багажника у обеих машин составляет 450 литров. Так какому же авто отдать предпочтению? Элегантной городской квартире от BMW или все же загородной усадьбе от Роллс-Ройса? Это уже дело вкуса и размера кошелька покупателя. Роллс-Ройс 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 Продолжение следует...